Каждый день обычного человека начинается с суеты, с заполненной людьми улицы. Поток автомобилей, грузовиков, велосипедов и других видов транспорта – все куда-то спешат. Наблюдая подобное изо дня в день, задавались ли вы вопросом, сколько из этих людей знают Иисуса? Что если взглянуть на мир со стороны? Одинаковая картина наблюдается в городах, поселках и деревнях по всему миру. Если бы у нас все-таки была возможность получить ответ на вопрос, кто из них знает Иисуса? Итак, давайте взглянем на сегодняшний мир. Сколько среди живущих в нем тех, кто знает о Боге? На нашей планете проживает около 7,5 миллиардов человек. Христиане составляют одну треть от этого числа, а это означает, что две трети или около 4,5 миллиардов человек не приняли Иисуса как своего спасителя. Некоторое время многие христианские деноминации говорили о программе «Окно 1040». Это воображаемый прямоугольник, нарисованный на карте мира и показывающий область, которая больше всего нуждается в миссионерах. Если представить себе карту мира, «Окно 1040» расположено между 10 и 40 градусами к северу от экватора и простирается от Северной Африки до Азии. Оно включает Ближний Восток, Индию и Юго-Восточную Азию. Это небольшая, но очень густо населенная территория. Здесь проживает почти 60% населения Земли. Традиционно этот регион считается одним из самых бедных регионов мира. В нем сосредоточились большинство основных мировых религий, включая иудаизм, индуизм, буддизм и ислам. Их последователи составляют основной процент жителей. Однако есть много тех, кто не принадлежит ни к одному вероисповеданию. В этом окне 1040 около 5800 различных групп людей не слышали о Боге. Это примерно 3 миллиарда человек. На этой территории расположены также самые быстро растущие города мира. Большая часть людей живут в Мумбаи, Токио, Джакарте, Касабланке и Бейруте, то есть там, где можно найти работу. По мере роста городов наблюдается активное развитие инфраструктуры, образования и экономики. Другими словами, города не только увеличиваются, но и улучшаются. Но по-прежнему в них есть районы, где людям очень тяжело заработать на жизнь. Когда мы слышим о миссии, большинство из нас представляют себе отдаленные деревни. Такие действительно существуют. Но так как все больше людей стекаются в город, создается впечатление, что сегодня деревни стоят вертикальными. Обычно мы называем их высотными многоквартирными домами. Количество людей в одном таком высотном здании приравнивается или даже превышает число жителей многих небольших сел. Признаем мы это или нет, сегодняшние многоквартирные комплексы играют роль деревень. Как правило, на нижних этажах таких комплексов размещаются магазины и рестораны. Такой себе центр села. Поэтому люди, которые живут в этих зданиях, становятся частью квартирного сообщества и редко их покидают, разве что когда идут на работу. В таких странах, как Индонезия, члены церкви работают над созданием новых церквей в вертикальных деревнях. Некоторые из них даже начали создавать небольшие городские центры влияния, чтобы заинтересовать жителей и познакомить их с адвентистами. Пожалуйста, молитесь за людей, живущих в регионе Окно 1040 и молитесь за продвижение миссии на столь сложной территории. Благодарим вас за ваши пожертвования, которые помогают распространять весь надежды в этих странах.